Еще утром этого забора здесь и не предполагалось. Хотя, как сказать, место-то лакомое. Не так давно по настоятельному требованию главы города здесь были снесены все злачные торговые точки. Жильцы окрестных домов откровенно о наболевшем. Пока стоял здесь киоск, который работал круглосуточно, и помидорами вроде огурцами днем, а вечером виноводочными. И у нас здесь были гулянки. Общественники выбирают самые меткие эпитеты тому, что здесь творилось. Место было привлечено даже в гадюшник. Неоднократно мы обращались к Сергею Павловичу, добились, чтобы эти ларьки убрали на Стаханово, навели порядок. Но самое страшное, что все строительные попытки возникают на технической магистрали. Причем такой мощности, что любое нечаянное вмешательство наделает немало беды. В случае повреждения теплотрассы, магистральной теплотрассы, останется весь микрорайон без отопления и горячего водоснабжения. А это не менее 7 тысяч человек останутся без тепла. Прибавим сюда еще и торговый центр Красная площадь. Позиция главы города по отношению к таким дельцам, как те, что затеяли в зеленой зоне возрождения торговли, однозначно. Я хочу сказать, что нас не впервые испытывают на прочность. Это и торговые ряды напротив автовокзала, и на астраханской строительстве, астраханской германтовой ряда. Помните, колышки забивали? Все это только те участки, которые получили большую общественную огласку. А фактически мы каждый день с этим работаем. Возьмите та же 100-метровка. Мне кажется, что хватит хаотичной торговли. И все, кто за это должны отвечать, должны отвечать еще и за свои действия как специалисты, как сотрудники, в том числе и администрации. Что касается конкретно астраханской, то выделение этого участка я считаю предательством. Ну а что с предателями делают, вы знаете, да? Соответствующие меры я по приезду обязательно.